Друзья, спасибо, что помогли. И теперь мы начинаем. Кто же лучший философ-то на самом деле? Вот у Маргинала был фейковый тест, а когда я выбрал Карла Маркса, вот это было топ. Поехали. Конт или Зенон? Ну, я не люблю позитивистов просто, простите. У меня, наоборот, дрочка на древних. Джон Скотт или Платон? Платон. Ну, конечно, Платон. Адорна или Дорида? Франкфуртская школа, конечно, хороша и невероятно замечательна, но Дорида ввиду того, что, ну, постмодернизм это круто. Постмодернизмическая философия 20 века это очень сильный проект критики. А Цунадо, а в чем проблема позитивистов? Ну, в том, что они сайентисты. Ну, в общем-то, да, да, я больше к антисайентизму склоняюсь. Дорида. Ну, очевидно, Лейбнец. Ну, с Вольтером здесь все более-менее понятно. Один из деятелей эпохи просвещения. С работами Хабермаса я знаком значительно меньше. Ну, в общем, я его почти не читал. Да так скажу. Платина читал. Эниады замечательные. Очень интересный и сложный текст. Цунадо, я вам всю историю, все, чем я занимаюсь, я вам объясняю непосредственно, в чем проблема сайентистов. Очевидно, Фихты, ну, Эпиктет преимущественно этик. Поздняя стоя во многом помешана на этических изысканиях. Киркегор. Очевидно, Киркегор. Вообще, вообще без вопросов пока. Ну, Карл Маркс, честно говоря, простите. Простите, Карл Маркс, но основатель теоретической математики. Это, по сути, тот человек, из-за которого математика до сих пор используется в науке. Понимаете? Вот, вот из-за него. Из-за Платона в том числе. То есть, представьте себе науку без математики. Тогда вот мы выбираем Маркса. У меня критерии скорее новаторские. Кто больше нового внес в философию? И здесь явно Пифагор. Карл Маркс, преимущественно синтетический мыслитель довольно позднего периода, который базировался на учении Гегеля, социалистов и политэкономии. Ну, хороший, хороший автор, сильный. Но, с другой стороны, вот человек, из-за которого у нас есть научный проект. В том числе научный. Без него он был бы невозможен. Представьте себе, если бы математика не стала теоретической. Ну, то есть, если бы люди продолжали просто использовать математику для счета денег и для измерения расстояний. Все. Представьте себе вот такую математику без теорем, без доказательств. Я себе не представляю такую математику сейчас. Ну, то есть, представляю, конечно, это очень простая математика, но вот. Вот этот человек, или, по крайней мере, его ученики вместе с ним. Вот к ним восходит вот эта вот замечательная традиция. Берем Пифагора. Без вопросов. Юи, до свидания. Все американцы у меня, скорее всего, выйдут. К черту. Эотаск пишет. Не придумал бы Пифагор, придумал бы кто-то другой. А вот это, наверное, совершенно не факт. Гимнософист пишет. Да еще фалес математику Юзал. Но он, скорее, не в том смысле Юзал. Конечно, Фирбах. Тут вообще без вопросов. Тут без вопросов. Айн Рент, конечно, с своим объективизмом хороша. А вот здесь жестко. Макс Штырнер невероятный мыслитель. Ну, как бы, очень сильный. Очень качественный. И очень недооцененный многими. Не то чтобы в своем анархизме, не в своей этике. Как этик и анархист он оценен очень позитивно. Очень хорошо. Проблема заключается как раз в том, что он недооценен как один из иррационалистов. Из первых иррационалистов. Как один из деятелей теории познания. Его текст, единственная его собственность. Вот, по сути, не удостоился того внимания, которого заслуживал у Макса Штырнера очень большой проект. На самом деле большой проект. Большой проект антирационалистической философии. Что, на мой взгляд, очень сильно и достойно. Но это чаще всего игнорируют. С другой стороны, Витгенштейн. Витгенштейн очень модный. Очень сильный аналитический философ. Но что непосредственно оригинального Витгенштейн предложил? Рассматривать мир как факты? Не знаю. Нет. По-моему, нет. По-моему, это не такое же большое достижение. За которым можно его сравнить с Максом Штырнером. Вообще, в принципе. Макс Штырнер один из первых сформулировал ту традицию философии, которая могла бы побороть всю ту традицию философии, которой принадлежит Витгенштейн. А с другой стороны, Витгенштейн очень знаменитый, известный философ, великий. Его языковые игры теория, она тоже примечательна, хорошая. И она интересна. И она очень даже зрелая. И доказательная. Но Штырнер именно как философ здесь просто доминирует, на мой взгляд. На мой взгляд, просто сносит Витгенштейна. Простите, но аналитические философы у меня просто будут улетать к черту, потому что они слабаки. С точки зрения позитивного такого критерия превращения каких-то новых философских концепций. Что Людек Витгенштейн конкретно нового к философии предложил нам? Рассуждал он знатно, бывало. Да, особенно в своем логико-философском трактате, это такая аргументативная философия. Нет. Здесь побеждает определенно Макс Штырнер. Это один из тех, кто вообще претендует на победу в этом топе. Стоит ли читать Спинозу после Шопенгаура? Конечно стоит. Спинозу в любом случае стоит прочитать. Паскаль Шеллер, Паскаль Шеллер, Паскаль Шеллер. Паскаль хорош, но Шеллер. Но в данном случае Шеллер. Все, что я сказал на стриме, когда я маргиналы смотрел, все, блин. Вот не повезло Гегелю. Гегелю сегодня не повезло. Бедный Гегель. Ох, да. Ладно, все, что я сказал на стриме, когда я вот про маргиналы, в общем-то, рассуждал, все до сих пор актуально. Ну, определенно Ницше. Ницше совершил переворот философии. Гегель был как бы квинтэссенцией. Квинтэссенцией рационалистической философии. По сути, последней... Что там, посмотри, вот и не че, что происходит. Вот, понимаете, Гегель это, по сути, последний крупный рационалист. Именно философия, именно философский рационалист, который предлагал свои большие проекты. Это последний рационалист, который просто вот, ну, разносил своей вот системой все вокруг. После Гегеля чистых рационалистов, которые создавали свои системы, ну, уже, по сути, не было. А Ницше... Это причина, по которой их не было как раз. Вот в чем дело. Ницше, 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 Ницше. Без вопросов Юм. Вообще без вопросов Юм. Да, кстати, может быть, реально бан чуваку закидать. Добавить модератора, заблокировать пользователя. Простите, ну, перебор. Спасибо, Отос. А вот здесь сложно, но я все-таки за Парменида. Но здесь прям вот реально очень сложно. Ввиду того, что Эммануил Кант просто тоже отчасти совершил некоторый переворот в философии. Но Парменид совершил философию. То есть вы понимаете, да, что с Парменидом прям сложно. Ну, соревнование жесткое. Мы не знаем, что толком говорил, писал Парменида. От него сохранилась довольно-таки странная поэма. Но в переизданиях там того же Платона, в переизданиях, не знаю, других мыслителей, которые писали о Пармениде, это величайший мыслитель. Ну, то есть это самый величайший мыслитель, наверное. Это вот прото-Платон, прото-Аристотель. Все к нему восходит. Демокрит к нему восходит со своими атомами. Парменид очень силен. И сравниться он смог бы, наверное, с Эмпедоклом, Анахсагором. Вот с такими персонажами его надо сравнивать. С Гераклитом, понимаете, вот с такими. Потому что это те мыслители, которые вложили в философию свои идеи в чистом виде, в самом чистом, в котором мы могли бы их только представить. Это те люди, которые создали идеи, которыми мы до сих пор пользуемся. Много ли создал Кант? Именно вот создал. Скомбинировал много. Задал много вопросов на базе учений вот тех древних мыслителей. Парменид. Парменид, Парменид. Ну, Парменид, я за древних. Почти всегда за древних, потому что еще одна баталия навек. Потому что Шеллинг, мыслитель нового времени, очень продуктивный, очень интересный и очень сильный. Но по тому критерию, по которому я отбираю, а это критерий новаторства, Анахсагор. Потому что у всех античных мыслителей этот критерий новаторства доминирует. То есть продуктивная философия. Фармер Чан, приветствую. Надеюсь, сейчас не будет опять заказ на видео в Вотзычизе. Так. Анахсагор. Анахсагор, Шеллинг, Анахсагор, Шеллинг. Шеллинг, великий мыслитель. Для нового, до конца, в общем-то, эпохи, он невероятный. Иотас, им не просто повезло раньше родиться. Они действительно гении были своего времени. И можно быть таким же гением, как и они уже сегодня. Просто никто не пытается. Господи, а что делать, что делать, кого выбрать? Кто из них философ вообще больший? Лакан. Да я просто даже не знаю, насколько велик вклад Лакана отдельно в психоанализ. Психоанализ как философское течение можно рассматривать. Просто его теория зерк... Друзья, объясните, что это такое? В общем, зеркальные стадии, это действительно нечто новое. Его треугольник Лакана тоже прикольная тема. Интересная для психоанализа, очень сильная. Марк Аврелий. Этика в основном. Стоическая. Поздняя. Вот так. Вот так проиграем. Без вопросов. Основатель эмпиризма. Ну не то, чтобы совсем основатель, потому что не совсем основатель. Но один из самых главных эмпириков за всю историю. Фармерчан видосы уже были с утра. Не с утра, в смысле час назад. Уже посмотрели видосы, сейчас разгадываем тестик. А потом я покажу вам игру. Свою игру, которую я делаю. Томас Гоббс. Тоже очень сильный персонаж в истории и философии. Фрэнсис Бэкон, Томас Гоббс. Фрэнсис Бэкон. Ну, один из самых главных персонажей в истории английской философии в целом. По сути, зачинатель этой самой... Ну, не зачинатель, нет. Я не могу, понимаете? Я сейчас тоже говна наговорю, как маргинал. И сам себя буду потом критиковать. Но, блин. Ну, он очень важен для английской философии. Невероятно очевидно. Кортезий. Вообще без вопросов Кортезий. К черту атомистов. Без вопросов Спиноза. Без вопросов Беркли. Без вопросов Хайдеггер. Ну, конечно, Аристотель. Ну, тут, то есть, вообще без вопросов тоже. Эпикур хороший мыслитель, но по преимуществу все его достижения были собраны в этике. Аристотель. Ну, когда я Маркса выбрал, это было смешно. Бергсон и Лок. Лок. Я продолжаю делать игру про... Рассел? Продолжаю делать игру про тусовку, в общем-то, Ютуба. И непосредственно, не только Ютуба. Твича. Там маргинал будет, елда богов. Я вам покажу сегодня, что я сделал. Будет симпатично, красиво. В конце стрима я вам это покажу. Стрим, ну, через полчаса может закончиться. Эотас, я понимаю, но мы будем слушать мое мнение о философах уже чуть-чуть позже, когда будет противостояние, например, сильного против сильного. Августин против Эмпидокла, конечно же, тут мощное противостояние. Я не сторонник христианской философии в целом. Эмпидокл основатель, в общем-то, теории четырех стихий, которая впоследствии стала доминирующей на территории Европы. Это, по сути, основатель, ну, это в прямом смысле основатель натур философии в том виде, в котором мы ее знаем, европейский. Основатель можно даже сказать, что этот человек был прото-алхимиком, а в соответствии с этим он был еще и прото-химиком. То есть к нему можно возвести химию без особых проблем. Августин очень интересные вещи предписал. И противостояние очень жесткое. У Эмпидокла нет текстов, понимаете, в чем дело? То есть сравнивать, по сути, нечего. Но при этом то, что пишет об Эмпидокле, ну, это прям невероятно. Он силен, он мощен, он невероятен, как бы. Стихийный дискурс в истории европейской философии, ну, это прям мощь, которая пронизывает ее непосредственно у истоков, то есть в самой Древней Греции. Также и в христианстве этот стихийный дискурс сохраняется. Также и эпоха Возрождения скрепляется. То есть, понимаете, Эмпидокл, так скажем, прошел через историю философии практически полностью. Августин немножко более поздний гость в этой истории философии. И во многом то, что он писал, уже есть у Платона. Эмпидокл не только круче, как историческая фигура, но и его учение, которое он предлагал, рассматривать все с точки зрения стихии и рассматривать все с точки зрения двух сил. Кстати, одна из сил – это любовь. Ну, то есть, не то чтобы любовь, это филия, да, филия, то есть. И ненависть, филия, сила как любовь – это тоже протохристианство вообще-то. Смотрите, да, главный принцип христианства – это любовь. А у Эмпидокла – это один из двух силовых принципов. Эмпидокл – круче христиан. Побеждают. Вообще без вопросов. Ну, давайте про Мишеля Фуко скажем. Его проекты в основном не связаны непосредственно с какими-то натуралистическими проблемами, с проблемами реального бытия. Очень много посвящено культуре, этике, оценке науки, существованию науки. Его археология вроде бы или что-то там было посвящено этой проблеме. А он через эпохи описывал науку. Да, это неплохо, это хорошо. Но Фуко прежде всего мыслитель частный. Мыслитель нескольких частностей. Да, мы уже давно разбираем досократиков. И мы посмотрели видео, где Uber Marginal проходил этот тест. И он там так сильно налажал. Я вам предлагаю потом после стрима пересмотреть весь стрим. Вам очень понравится. Потому что мы там деконструируем Uber Marginal и его знание философии. Я не знаю, почему он так плохо это знает. Это прям ужасно. Сунадо, не старайтесь понять постмодернизм. Не стоит. Ну, очевидно, Гераклит. Просто очевидно, Гераклит. Гераклит основатель диалектики, по сути. Вообще, вообще, его называют первым диалектом. Великий, интересный, замечательный. И все есть движение, как бы, ребят. Все есть движение, все есть огонь. И всем этим управляет Логос, как бы. Антонтология побеждает. Ну, у меня, понятно, интересы больше к Антологии лежат. Поэтому выбор очевидный. Камфуций. Ну, Руссо просто довольно-таки примитивный мыслитель в целом. Политический по преимуществу. И довольно неинтересный. Так. Ну, здесь тоже выбор очевиден. Хотя, как я уже говорил, Жан-Поль Сартер довольно сильный мыслитель. Его бытие ничто, хороший текст. Правда, сократить бы его раза в три-четыре, убрать все примеры с Пьерами. Вот. Убрать всего Пьера и будет хорошо. Также у него есть феноменологические работы и сильные. Ну, Сартер хорош. Но Аристотель. Ну, безусловно, Аристотель. Скоро у нас будет жесткое противостояние. Бертран Рассел, Сократ. Ну, до свидания, Сократ. Ой, до свидания, Бертран Рассел. Тоже, ну, тоже без вопросов. Логика против этики. Ну, вот все. Поехали, друзья. Теперь мы разбираем. Конфуций. Этика. Политическая этика. Разбор значений слов. То есть, что есть наименование. Проблема Конфуции одна из таковых. Очень сильно, очень интересно. Особенно для китайской философии. Тем более, конфуцианство победило. Ну, в Китае. На протяжении долгого времени оно было доминирующим учением. Макс Штырнер. Ну, я про него уже тоже все сказал. Макс Штырнер великий философ просто. Ну, то есть, великий новатор для своего времени. И это дело не только в анархизме. Дело не только непосредственно в его эгоизме. Нет. Единственная его собственность. Это текст не только вот этих вот таких вещах, о которых ему обычно причисляют. Это текст с критикой мышления. Вообще, в целом, мышление как концепта. Это первый постмодернист, можно так даже сказать. Это прото-Нитш. Это очень сильный персонаж в истории философии. Я говорю, он претендует здесь на победу. Это человек, который мог бы перевернуть философию. Но перевернул ее почему-то ниша в итоге. Ну, он мог. У него были все для этого, в общем-то, ресурсы. Эх, Зенон Китийский. Эх, Зенон Китийский. Жалко, жалко, жалко выбирать между Платоном и Зеноном Китийским. Жалко, нету секста-эмпирика. Так бы Платон, ну, точно проиграл. Ну, для меня просто и эпикурейство, ой, бля, стоицизм, стоицизм и платонизм, в целом, они очень близко друг к другу стоят. Понимаете? У них очень много интересных находок, конечно же. Но они находятся в одном проблемном поле. В Греции были другие, более интересные школы. Поэтому, ну, не знаю, Платон просто толще. Про Платон просто в целом толще. Больше различных областей разработал, больше всего, в общем-то, сделал. Платон. Ну, я люблю постмодернистов, честно говоря. Я позитивно отношусь к постмодернистам. Критика модернизма, это клево, это хорошо. Ну, Платин, как бы, но, с другой стороны, Платин. Гигант антологии, просто, просто гигант. Единая. Ум. Мировая душа. Материя. Невероятная система, включающая в себя духовные практики. Платин. Конечно, Платин. К сожалению. Шеллер, хоть и один из основателей философской антропологии, как академической дисциплины. Ну, не считая Фербаха, конечно. Но вот он очень-очень большой вклад внес в эту антропологию. Но Бекон внес гигантский вклад в становление науки. Можно сказать, Бекон один из тех людей, один из тех немногих людей, которые придумали науку как философию. Цунаде. Критику постмодернистов можно читать везде. Просто кто бы сейчас не писал, все пишут критику постмодернистов. Конечно, Бекон. А вот здесь очень сложно. Да, я иногда смотрю видео. Ну, то есть, если будете заказывать, буду смотреть. Но, правда, сегодня уже, наверное, не получится. Сегодня мы разгадываем тест, я показываю игру и ухожу. Так, Пифагор, основатель математики. Гусарль, любитель математики. Основатель теоретической математики, с одной стороны. То есть, создатель математики как теоретической дисциплины. То есть, без него математика научная была бы невозможна в принципе. Человек, который увлекался математикой, но, к сожалению, для себя или к счастью, достиг успеха в другой области в философии и феноменологии. Гусарль создал невероятный философский проект для 20 века, который, ну, в принципе, разительно отличается от всего остального. Это действительно серьезное исследование феноменов, которого мы, наверное, очень долго ждали. У индусов было исследование феноменов. У них была своя феноменология в йоге, например. В буддизме была своя феноменология, так скажем, очень высокого уровня. Именно вот этот замечательный человек, Эдмунд Гусарль, смог поднять европейскую феноменологию приблизительно на такой же уровень. То есть, это гигант. Здравствуйте! Не хотели бы сделать лекцию про постмодерн? Я не самый большой знаток постмодерна. Никита Морозов пишет. Кстати, я слышал, что теорема Пифагора придумал на самом деле не Пифагора. Скорее всего, понимаете, в чем дело Пифагор? Нужно воспринимать Пифагора как пифагорейца в целом. А математика-философия спрашивает. Математика это то, что было изобретено в философии. Теоретическая математика. Ну, то есть, получается, это было что-то вроде раздела философии, по сути. Вот в чем дело, понимаете? И платоники, которые, в общем-то, были непосредственно любителями математики. И, наверное, одними из немногих людей, которые этой самой математикой занимались. Ну, вот оно было, она существовала в математике. Пифагор или Гусарль? Что это? Что это? Тем более, надо понимать, как к математике можно по-разному относиться. То есть, из философии отпочковалась математика. В целом, теоретическая математика. Понимаете? До философии была практическая математика. Что это значит? Вот у меня есть стопа. Фишка убермаргинала. Вот у меня есть стопа. И мы вот этой вот стопой берем, берем стопу. И вот этой стопой меряем вот так вот расстояние, например. Вот у меня, например, дом. И дом у меня 20 стоп. А вот какая математика была до Пифагора. Вот что было до Пифагора. Денежки тоже можно было считать с помощью такой математики. Там счеты были, счеты, счеты, счеты. Очень интересно, очень математично. Но Пифагор, по сути, заложил основания для серьезной математики. Для математики, которая оторвана от реального мира. То есть, непосредственно чистое исчисление, непосредственно чистая геометрия, непосредственно поиск всевозможных закономерностей с помощью математики. Просто вот фишка заключалась... Да неважно, кто на фото. Какая разница гипнозофист, кто на фото, да... Ну, Пифагор очень крут. То есть, для европейской культуры Пифагор, конечно, важнее Гуссерля. И придумал, наверное, значительно больше. Но проект Гуссерля, он тоже великий. Для 20 века это просто невероятный проект. Жестко. Знаете, если бы я был непосредственно экзистенциалистом, то у меня бы сейчас был бы, ну, действительно очень сложный выбор. С одной стороны, Киркегард. Киркегор. Его по-разному переводят, что забавно, но неважно. Сирен Киркегор. Так вот. Сирен Киркегор. Что это? Это христианский мыслитель, прежде всего. И на фотке он очень косой, вроде. Или не мне кажется? Нет, мне кажется. Ну, ладно. Довольно-таки глубокий. Он поменял стиль философии своей. В отличие от того, что было раньше в философии, он сделал новую стилистику философскую. Это круто, это сильно, это невероятно. Он очень много разбирал всевозможные переживания, прежде всего, связанные с религиозным опытом. И у него получилось это сделать, ну, очень глубоко. Но, с другой стороны, Ницше. Революционер. Человек, который внес в философию новое, по сути. Человек, который перевернул философию. Как вам такое? Ницше. Вильгельм. Фридрих. Ницше. С другой стороны, да, имеется Штырна. С другой стороны, да, имеется Шопенгаур. С другой стороны, да, имеется еще и Ницше. Они втроем, как бы. Такой тройной комплекс. Как Сократ, Платон и Аристотель, так же следует воспринимать Штырнер, Шопенгаур, Ницше. И Ницше своеобразный Аристотель в этой тройке, понимаете? Действительно, это мощь. Это человек, который, в общем-то, наконец-то стал иррационалистом. Если Штырнер все еще пишет в рамках диалектической логики, подчиняется логике этой самой. Вот. Если Шопенгаур все еще рационалист, его теория аргументации абсолютно соответствует логическим нормам. Ницше вышел за пределы всего этого, и он стал невероятным, в общем... Он стал причиной, по которой, в общем-то, все изменилось. Мы можем поделить философию на до Сократа и после Сократа. Таким же образом мы можем поделить философию до Ницше и после Ницше. Ну, там, до Штырнера и после Штырнера. Ну, вот, до вот этой тройки, до Штырнера, Шопенгаура, Ницше и после. Вот так мы можем делить философию. Еще раз можем поделить. Так и до христиан, и после христиан тоже можем делить. Понимаете? А с Киркегуром так сказать нельзя. Он действительно был очень важной персоной для экзистенциализма. Шопенгауэр и рационалист, который при этом рассуждал крайне рационалистично. Вот, вот кто такой Шопенгауэр. То есть у Шопенгауэра имеются очень длинные цепочки аргументов периодически в некоторых текстах. Например, он пытается доказать существование страданий, не только существования, а его силу, его всеобъемлющие свойства с помощью классической теории аргументации. Он просто классически аргументирует концепцию. И это вполне так и нормально для Шопенгауэра. Тем более известны его труды по закону достаточного основания. Этот человек был недалек от логики. А здесь Ницше. Здесь, безусловно, Ницше. Лог Спиноза. Лог хорош. Сенсуализм просто замечателен. Но Спиноза это, конечно же, это большой прорыв идеалистической философии. Это большой прорыв как раз с помощью математики. Это то, что мог бы сделать, наверное, какой-нибудь платоник, но это сделал почему-то Спиноза. Наверное, потому что какой-нибудь платоник вряд ли был бы пантеистом. Человек, который ничего не придумал против человека. Ладно, ну не совсем ничего, много чего придумал. Но при этом он перипатетик преимущественно. Против человека, у которого было свое учение. Христианин против Гераклита. А перипатетик, христианский перипатетик против великого Гераклита. Конечно же, великий философ для своего времени Томас Аквенат просто невероятный, мощный и сильный персонаж для средневековья. Против Гераклита? Безусловно, Гераклит. У меня тупо древние будут. Друзья, мы переподключились, я вернулся. Нет, 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 у меня что-то с сетью произошло внезапно, простите. У всех стрим полетел, я вернулся. Я же вернулся, правильно? Так вот, я выбрал там не Фомо Аквинского, если что. Что такое Ишадов? Что не так? Выбираю между Парменидом и Давидом Юмом. Конечно, Давид Юм очень сильный мыслитель. Для своего времени, для Англии, в которой мне на самом деле многие мыслители вообще в принципе не нравятся. Для меня английская философия это Фи. Ну не знаю, Фрэнсис Бэкон, только если вот гигант невероятный. И Давид Юм, два гиганта английской философии. Ну и Беркли, три, три гиганта. Три невероятных, три невероятно мощных персонажа в английской философии. Вот они, просто три кита. Юм, Беркли и Фрэнсис Бэкон. Но этих китов съедает черепаха Парменида. Никогда три кита не догонят черепаху, друзья. Вот просто никогда, понимаете? Потому что движения нет. Потому что есть только единое бытие. Потому что есть только закон торжества. Потому что есть только антология Парменида. Все. Великий Парменид победил. Конечно, серьезно. То есть, если выбор между античными философами и греческими... В смысле, между античными философами и философами нового времени, это почти всегда в Грецию. Я ухожу. Потому что наши философы нового времени, они во многом философствовали с оглядкой на христианство. Ну... Ну, то есть, здесь как бы выбор. Если мы берем критерии и новшества, философского новаторства, то практически здесь и нет выбора. А у меня финал будет состоять из греков, по преимуществу. Если бы были античные какие-нибудь, не знаю, не античные, а древние мыслители Индии и Китая, тогда было бы еще сложнее. Тогда бы вот реально было соревнование. Тут вопрос. Если человек не может осознать свою смерть, существует ли она конкретно для него? Для него не существует, потому что его уже не будет. Полагаю, это как-то так разрешается. С одной стороны, Беркли. Человек, который критиковал материю. Человек, который утвердил околослепсическое учение. И довольно интересное учение. Это действительно Беркли величайший персонаж в английской философии. Персонаж, это величайший идеалист. С учетом, что у англичан было не очень много величайших идеалистов, Беркли один из них. Беркли, ну, величайший философ, на мой взгляд. Это человек, который существовал в среде, в которой, наверное, было бы сложно существовать. Ну, то есть, в английской философии, где куча материалистов, представьте себе, материалисты и эмпирики, Джордж Беркли мог бы совершить величайший переворот. С другой стороны, аноксагор, гомеомерии. Принцип «все во всем». Принцип, согласно которому всякая материя является непосредственно... То есть, любая материя содержит в себе частицы, подобные этой самой материи, носящие ее свойства. Самый большой плюралист Греции. Вы понимаете, в чем проблема? Мы, опять же, сопоставляем мыслители, чьи работы мы можем почитать, с аноксагорома, о чьих работах мы можем только мечтать. Вот, как бы, у нас тут выбор между реальным философом, который, ну, хорош, но там, да, такое. Там и покритиковать есть за что, там и упрекнуть можно за что. И понятно, какие влияния были, а каких не было. Понятно, что Беркли во многом опирается на христианство. А аноксагору на христианство вообще было плевать, потому что христианства еще не было во времена аноксагора. Но аноксагор — это такая мечта, понимаете? Это далекий-далекий-далекий персонаж. Это действительно мифология, это миф о великом, величайшемся человеке, который что-то такое неведомое, невероятное придумал. Против человека, который придумал нечто вполне гениальное для своей эпохи и для своего времени, но... Ну, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю. Я, честно говоря, не знаю. Очень тяжелый выбор, потому что Беркли — гений. Ну, просто среди англичан он бог. Этого чувака недооценивать просто так нельзя. Анаксагор. А кто такой Анаксагор? Анаксагор — учитель Сократа, в том числе. Все, понятно. Все, окей, все. Рука соскочила и идем. Вообще без вопросов. Без вопросов, Фихте. Ну, то есть... То есть совершенно ничего интересного нам... Не то, чтобы совершенно ничего интересного, но Фейербах менее интересен, чем Фихте. Фихте предложил много различных... Много различных, в общем-то, взглядов он предложил Фихте. Да, безусловно. И с антропологией у него много было, и с созданием религии у него много позиций было, и материализм у него был. Но все-таки Фихте раньше. Фихте раньше основательнее, и во многом Фейербаху приходилось спорить с Фихте. Да, действительно, под Шеллингом было написано Фейербах, такое бывает. Да. Но Шеллинг тоже есть. Кортезий против Лейбница. Лейбниц. Рене против Готлиба. Кто? Кто? Готлиб или Рене? Декарт или Лейбниц? Оба очень сильные, оба очень мощные, оба идеалисты. Монодология просто невероятный проект. У Кортезии проект в такой вот метафизике значительно слабее, на мой взгляд, но в теории познание сильнее. Просто, да. Понимаете, в чем дело? Ну, создал он математическую логику, да, но уже тогда было более-менее приемлемое разделение наук. Лейбниц в естественных науках это практически персонаж, равный Ньютону и по некоторым позициям даже превосходящий его. Лейбниц очень силен. Я и говорю, Лейбниц невероятно силен. Создатель комбинаторики. Создатель монодологии. Теодицея мне не очень нравится. Теодицея простой христианский текст, но... Ну, я бы не сказал, что Лейбниц создал идеализм. У Кортезии отчасти идеализм тоже есть, но идея слабее, чем у Лейбница. Вот в чем дело. А у Кортезии... У Кортезии теория познания как раз, которая легла в основании науки и во многом в основании концепции Лейбница. Понимаете, в чем дело? Вот почему сложный выбор. Оба внесли невероятно много. Фух, жестко. Вот здесь очень жестко. Вот здесь потому-то и очень жестко, потому что противостояние двух мыслителей вроде бы с одной стороны, с одной фаланги, с фаланги такого рационализма. С фаланги математики как раз. Стиль... Не важно какой стиль. Плевать на стиль. Ну, гимнасофист. Посмотрим, кто еще выиграет. Ну, это, конечно, не противостояние для финала. Вот понимаете, вот для этого я и быстро срезал дурачков. Ну, в смысле, плохих, таких слабых философов для того, чтобы было вот такие вот противостояния мощные. И здесь есть на о чем подумать. Ну, что с Картезием у нас? Что? Кто? Кто ты? Кто ты, Картезий? Мыслю, следовательно, существую. Правильно? Правильно. Радикальный скептицизм. Ну, конечно же, не скептицизм радикальный у него, но нечто подобное, похожее, такое, умеренная, какая-то интересная позиция, воздержание от... Ну, там нету воздержания от суждений, по сути. Картезий. Ну, взнос в становление науки у него просто колоссальный. Ну, блин, я, честно говоря, здесь не знаю. Лебнис хорош. Лебнис просто тоже невероятно хорош. Но Лебнис породил Вольфа. Ха-ха, Вольф отстой, прости. А вот Вольф уже отстой полный. Кто-кто-кто-кто-кто-кто-кто? Я оцениваю хорошесть по новаторству, прежде всего, которое они внесли в философию. Картезий. Картезий. Скорее всего, Картезий. Или Лебнис. Ну, Картезий. Или Лебнис. Они очень близки. Блин, вот они реально очень близки. Они просто... Лебнис, все, Лебнис, Лебнис, прости, Декарт, прости. Ты должен был быть победителем. Шопенгауэр. Безусловно, Шопенгауэр у Хайдегера, онтологический проект, хоть и довольно сильный, но... У него нет других областей философии, по сути. У него очень мало разбираются другие сферы философии. Тем более-более фундаментальны, чем онтология человека. Шопенгауэр полноценное философское учение. Ну, то есть, у Шопенгауэра реально полноценное философское учение и рационализм. Хайдегер опирается на Ницше, а Ницше опирается на Шопенгауэра. Тут, наверное, все более-менее понятно. Ну, честно. Оба великие мыслители. Шопенгауэр. Шопенгауэр, Шопенгауэр, конечно. Прости, Спиноза, но Парменито здесь как бы без вопросов. То есть, когда в финале остались одни греки, ну, как бы вопросов больше не остается, друзья. Все. Спиноза гениальный мыслитель для своего времени, безусловно. Его этика, которая на самом деле наполовину вообще, вообще там этика в первой половине не упоминается. Вот такая вот у него интересная этика. Она хороша. Метафизический, этический проект у него очень хорош. Но у него непосредственно вся философия связана, получается. У него получается, что из-за метафизики вытекает уже этика. Теория аффектов и этика, и это очень сильно. Цунада спрашивает, как именно Нитши опираются на Шопенгауэра? Нитши был его учеником, вообще-то, Цунада. Много читал Шопенгауэра, и многие мысли Нитши так или иначе сформировались либо под воздействием Шопенгауэра, либо в процессе критики Шопенгауэра. Как ни странно, очень большое влияние оказал. Ну, основатель антологии просто, понимаете. С одной стороны, основатель антологии, я представитель антологии и теории познания, у меня кандидатская по вот этому вот. А с другой стороны, тоже человек, который внес вклад в антологию. Ну, тут без вопросов тоже. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, великое противостояние. Сократа против Нитша. Я согласен с нитшанской критикой Сократа. Я не считаю, что Сократ очень мощный мыслитель. Его этический проект, конечно, интересен. Его «я знаю, что ничего не знаю», это тоже интересно. Но Сократ больше выглядит довольно-таки странным, но при этом, да, хорошим, хорошим диалектиком. Человеком, который подходил к людям, общался с ними, задавал им неудобные вопросы, они вместе рассуждали, предлагали ответы. Это хороший, интересный метод. Это очень интересный метод. Но Нитша. Конечно, Нитша. Здесь, конечно, Нитша. Но, то есть, здесь вообще никаких вопросов возникнуть не может. У меня, по крайней мере. Сейчас будет два греческих философа, да? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Что же важнее, математика или материя, друзья? Что важнее, скажите мне? Математический и идеалистический проект? Или, с другой стороны, стихийный проект, проект материи? Из чего все состоит, друзья? В чем вопрос? Что мы должны решить? Спасибо, кружочек, спасибо. Эмпидокл или Пифагор? Эмпидокл или Пифагор? Эмпидокл или Пифагор? Кто из них важнее? Да, я тоже считаю, что математика идеалистический, довольно сомнительный проект. А вот восприятие мира с точки зрения стихий, стихийности, материальности, это сильно. Это очень сильный проект. Тем более, Эмпидокл невероятно был крутым. Да, Аристотель был, я не помню, слетел он или нет. Эмпидокл силен. Ну, то есть, Эмпидокл это силы. И тем более, он прыгнул в вулкан, в жерло вулкана. А Пифагора просто убили. Приехали до острова и забили его нахер. Его секту развалили. То есть, пацаны, он в стрелке погиб. А вот этот чувак сбросился в жерло вулкана. Кто круче? Понятно, кто круче. Как бы выбрать Гераклита, чтобы никто меня не обосрал? Вот вопрос. Вопрос сегодняшний так звучит, друзья. Основатель диалектики против ученика, так скажем. Против того, кто ей пользовался. Все есть движение. Все есть движение. Все есть движение, все подвижно, все изменчиво. Не знаю, там, господи, идеализм, идеи. Справедливость, существующая сама по себе. У Платона полноценный философский проект. У Гераклита мы не знаем что. Его учение об огне, оно, конечно, потрясающее. Оно невероятно. Нет, Батмин Блум, диалектика это движение. Понимаете, в чем дело? По крайней мере, Гегель ее так воспринимает. Ну и в целом это тоже понятно. Это движение мысли в общении, переменах. Гераклита нередко называют отцом диалектики. Как раз ввиду того, что главный принцип его философии это движение. В одну реку не зайти дальше, дважды. Гимнософиста пишет, у Гераклита незаконченная концепция. Я думаю, она была законченная, но до нас не дошли материалы. Я не помню, когда мы Гегеля слили, но слили. Можете пересмотреть потом стрим. Ну что, Платон. Здесь Платон. Здесь Платон. Хорошо, Платон. Что еще делать? Гераклит гений. Невероятен, силен. Его идеи все еще поражают наш ум. Все есть движение, все есть огонь. Всем управляет разум, логос. Понимаете? И он во многом был, по сути, предшественником Платона. То есть мы можем увязать Платона как с Парменидом, так и с Гераклитом. Но у Платона мы видели его тексты. А, точно, Ницше. Ну, у Гегеля не было шансов очень давно. А что такое огонь, гимнософист? Что такое всемирный огонь? Может быть, это фотоны? Может быть, это свет? Ну, то есть, понимаете, да, Гераклита считают основателем диалектики. Ну, то есть это иногда прописывается в учебниках, но не только в учебниках. В научных статьях такое часто встречается. Поэтому, ну, Гераклит хорош. В научных статьях об этом, по крайней мере, действительно пишут. И я с этим даже, на самом деле, согласен. Не только потому, что это в статьях пишут, но это у него есть. Варлорд Тевепс говорит, Платон большее влияние оказал в целом на философию, но Гераклит больше на философов. Понимаете, тут в чем вопрос? Вопрос в том, кто оказал влияние на Платона. И это был в том числе Гераклит. И Парменид тоже оказал влияние на Платона. Да, все течет, все меняется. Действительно, это считается таким вот основанием для диалектики. Вот поэтому, ну, трудно, потому что Гераклита нам достались только огрызки, его высказывания, иногда даже неполные высказывания. А с другой стороны, Платон, от которого до нас дошло практически все. Платон просто потому, что кучу текстов оставил. Ну, генософист, понимаете, не конечно, не конечно. Здесь не конечно, здесь трудный был выбор. Лебнис против Анаксагора. Ну, опять же, такой же абсолютно выбор просто. С одной стороны, Лебнис, его тексты в большом количестве мы можем прочитать до сих пор. А от Анаксагора нам досталось гениальнейшее учение о гомеомериях. Один из самых первых и многогранных опытов плюралистической философии. Это самое большое плюрализм в истории философии, который мы когда-либо видели. Бесконечное количество возможных элементов. Если у Эмпидокла всего-то четыре элемента. Всего лишь четыре. Анаксагор предлагает нам выбирать из бесконечного множества. Но при том, все элементы содержатся друг в друге в разных пропорциях. Что тоже крайне интересно. Все во всем, друзья. Это тоже интересно. Ну, Варлорд ТВ, понимаете, он не только нам логику дал Лебнис. Лебнис нам подарил отношение к математике определенное. Ну, то есть, математическое отношение. Монодологию потрясающую породил. Монодология гениальный проект, на мой взгляд. Этот невероятный, может быть, даже сопоставимый с учением Анаксагора. Вот, да, вот, да, давайте так. Монодология сопоставима с учением Анаксагора. Но у Лебниса сверху есть еще больше всего. А у Анаксагора мы не знаем, есть или нет. Говорят, Сократ учился у Анаксагора. Понимаете, с другой стороны. Может быть, у него этика была. Непонятно. Александр, можете в двух словах описать ваше отношение к демократии. Ну, вот, смотрите, друзья. Если мы будем с вами вместе выбирать философов демократическим путем, мы выберем какого-нибудь хера непонятного. А так, ну, Лебнис пройдет. А так, видите, так у нас элитарный выбор происходит. А здесь все более-менее очевидно. Платин гениальный и неоплатоник. Притом, даже я бы назвал его просто платоником. Пусть будет просто даже платоником. Ученик-последователь уже поздней платонической такой вот тенденции философии. Основатель этой самой даже тенденции во многом. А с другой стороны Шопенгауэр. Шопенгауэр один из тех людей, благодаря которым совершился великий переворот философии. Друзья, мы сегодня прям надолго задерживаемся. Прям, да. Аристотель. Прости фихта, но Аристотель без вопросов. Даже, даже... Ух, друзья. Фрэнсис Бэкон против Макса Штырнера. Кто из них лучше? Скажите мне. Фрэнсис Бэкон один из основателей научного метода. Макс Штырнер один из критиков научного метода. Критик мышления. Ну, помимо всего прочего, анархист, эгоист. Это уже более такие... Более непримечательные достижения Макса Штырнера. Которые, наоборот, обычно выводят на первый взгляд. Макс Штырнер это, опять же, один из трех людей, которые создали переворот философии. Варлор ТВ. Вот вы как раз, вижу, из тех людей, которые недооценивают Макса Штырнера, как теоретика в теории познания. Макс Штырнер, по сути, основатель рационализма. Если уж прям возводить к истокам, это Макс Штырнер. Макс Штырнер, вот именно в греческой, в смысле, к истокам европейской философии, это Макс Штырнер будет. Это великий персонаж. Это человек, который, по сути, был предшественником Шопенгаура отчасти. Хотя нет, не предшественником. Ну, там, не предшественником, конечно. Но был предшественником Ницше, как минимум. Если вы читали Штырнера, и потом прочитали Ницше, Ницше не произведет на вас огромного такого невероятного впечатления. А Спиноза уже слился. Фрэнсис Бэкон, Фрэнсис Бэкон. Наука против иррационализма. Ну, Фрэнсис Бэкон. Я не знаю, понимаете, выбирать всегда сложно. Особенно в такой выбор великий. Наука против Штырнера. Кто? Кто важнее, друзья? Ну, я просто критик науки. Я очень часто критикую Фрэнсиса Бэкону. Но я понимаю, насколько это значительный персонаж для истории и философии. Ну, я-то критик науки, понимаете. Я не за науку. Я за иррационалист, даже, может быть, больше. То есть, Штырнер был анархистом. Из анархистов вышли либертарианцы. И Светов либертарианец. И он еще педофил, да? Все очевидно. Макс Штырнер, получается, да? Мы решили сейчас там выбрать Макса Штырнера. Окей. Я почти нажал на Макса Штырнера. Хорошо. Ладно, друзья. Не знаю. Надо побыстрее уже выбирать. А то мы никогда не закончим. Бэкон. Мы выбрали Кортезия уже. Ну, мы выбрали также Шопенгауэра. Здесь будет, наверное, мой личный выбор больше. По чисто философским достижениям, конечно, на мой взгляд, Макс Штырнер. Переворот. По влиянию Бэкон. Потому что он основатель. Но по моим предпочтениям Макс Штырнер. Простите уж, друзья. Простите. И не потому, что он анархист. Платон, учитель Аристотеля. Тут тоже без проблем. Здесь даже комментариев не будет. То есть... Зачем две одинаковых фотки скинули? Что происходит? Это должен быть финал. Ницше. Концепция сверхчеловека. Воля к власти. Иррационализм. Очень мощный иррационализм. Возрождение концепции возвращения Гераклита. У Макса Штырнера меньше тем. Стилистически он больше похож на Гегельянца. Анархист. Да, действительно анархист. Это минус. Ну, Штырнер это прото-Ницше. Это предшественник нишанства. Давайте оставим тогда Ницше. Пусть будет Ницше. Друзья, я думаю, вполне очевидно, да, кто остается из двух. Ну, то есть... Угадайте, кого я выберу, друзья. Угадайте. Буквально вот у вас сейчас есть возможность угадать. Я вижу, вы очень торопитесь угадать. Ну, ладно. По-моему, выбор очевиден. Ну, я выберу Парменида просто. Просто я выберу Парменида, друзья. Тут делать просто нечего. А я выберу Парменида, конечно. Лебнис невероятно силен. Ну, Лебница, мы знаем его учения в полном таком виде обозрения. Лебниц, мыслитель, одной из первых величин в европейской философии. Кстати, да, я выбрал его в борьбе между Кортезием и Лебницем, что было тоже очень сильно. Но Парменид прям вот своим бытием разносит Лебницу. Лебниц, по сути, пытается ответить на вопрос Парменида. Ну, я вообще, да, люблю древнюю философию, индийскую философию, люблю древнюю, китайскую, греческую. Ну, и ладно, сливаем Шопенгаура, ибо остался Ницше. Хотя, я не знаю. У Шопенгаура полноценный философский проект, посвященный воле. Но этот волевой проект, он достал из индийской философии во многом. Он апеллирует к буддийским текстам, к Купанишадам. И его отношение к страданию, и его непосредственно отношение к миру сформулировано таким вот образом, довольно-таки интересным, из связи непосредственно с индийской философией. С другой стороны, Эмпидокл. Огонь, вода, земля, воздух, сфаерос, непосредственно все это в сфере обитает. И все это перемешивается и приводится в движение любовью и ненавистью. Невероятно сложная и интересная система Эмпидокловская. Даже не просто система, а механизм простой, понятный и прописанный. У Шопенгаура с механизмом простым, понятным и прописанным все сложнее. Здесь я выберу, наверное, Шопенгауру, но только по той причине, что у Эмпидокла не осталось никаких текстов, и мы не можем посмотреть, какой вклад он внес в другие области философии. Ну, то есть, тексты Шопенгауру, это действительно полноценная философская система. Здесь, ну, ничего не поделаешь. Эмпидокла, нам известны лишь некоторые обрывки его учения. Это великие обрывки, это обрывки, на которых все основывается, но давайте Шопенгауру, ладно. К сожалению, понимаете, я очень люблю античников. Эх, Ницше. Только, блин, в конце останется чувство Шопенгауру и Променит. Это ад. Это плохо, друзья, мы должны что-то сделать. С другой стороны, если останется Ницше и Шопенгауру, выбор будет тоже очевиден. Ну, друзья, Променит, наверное. Променит это Титан, это монстр, это просто гигант философии, это монстр, это чудовище, это просто вот разрушающее все создание, понимаете, это нечто. Это тот, кто создал идею, над которой икорпела практически вся философия. А это Ницше, который попытался уничтожить эту идею, но у него вроде бы не получилось в итоге. Ну, хотя, постмодернизм все еще пытается это сделать, знаете ли. Променит пока, да, претендует на победу. Шопенгауру победил, я люблю иррационалистов, друзья. Рационалисты меня не радуют. Меня не радуют идеалисты, меня не радуют, в общем-то... Платон меня, в принципе, не очень радует. В целом. Но он хорош, он, безусловно, хорош, и он оказал невероятное влияние на историю философии. Поскольку мы слили Ницше в прошлый раз, друзья, поскольку мы слили Ницше, поскольку мы слили Ницше, нам нужно оставить хотя бы одного иррационалиста. На его месте мог бы быть Ницше, на месте Шопенгауру, друзья. На его месте мог бы быть Ницше. Вот лучше бы здесь был Ницше, и тогда бы он победил у Платона все равно, и прошел бы дальше. Но давайте оставим хотя бы одного. Ну, здесь тоже выбор, в принципе, очевиден, да? Шопенгауру здесь не победить вообще ни при каких условиях. Шопенгауру невероятно хорош. Я бы на... Я не знаю. Тут, понимаете, такая тройка интересная. Штырнер, Ницше и Шопенгауру, они для меня наравне, в принципе, стоят. Это люди, которые перевернули философию. Бытие есть, небытия нет, просто, друзья, действительно. Закон тождества. Бытие едино, неподвижно, целостно. Его нельзя разрушить, оно постоянно существует. Ахиллес. Ахиллес никогда не догонит черепаху. Стрела никогда не сдвинется с места. Два бегущих навстречу друг другу, в общем-то, бегуна, тоже никогда не достигнут друг друга, потому что движения нет. Цунады, понимаете, в чем дело? Штырнер не то, чтобы уступает обоим, просто Штырнер был немножко пораньше Ницше. В этом смысле ему позволяется уступать Ницше. А Шопенгауэр, он очень рационалистичен, чтобы быть иррационалистом. Вот, в общем, проблема Шопенгауэра главная, самая главная проблема его. Он очень сильно на Канта опирается, с одной стороны, а с другой стороны он рассуждает сильно рационально. То есть, это проект иррационализма, который еще не доведен до своего предела. А предел этого проекта это Ницше. Но побеждает в этом матче, конечно, Парменит. Если бы мы соревновались там Парменит против Будды, Парменит против Лао Цзы, вот это было бы жестко. Не, Парменит писал стихи в маргиналу, понимаете, просто стихи. Но мы точно знаем, что бытие есть, а небытия все-таки нет. Поэтому best philosopher ever – это Парменит. Просто буквально из-за того, что здесь не было восточных философов. Если бы были восточные философы, было бы значительно сложнее. Фалеса не было, Аноксимандра не было, Аноксимена не было. Тоже интересно было бы, если бы они были. Вообще, греческий такой пантеон, именно пантеон мыслителей, если бы он был здесь полностью представлен, было бы куда интереснее. Кири Найки, например, было бы интересно посмотреть, как бы я оценил соревнования Платона и Аристипа. Вот это бы тоже было интересно. Нет, с Фалесом все значительно проще. Фалес сформулировал начало только для натурфилософии во многом. Ну что, друзья, это было интересно, на мой взгляд. По-моему, победа Парменида, ну, в том списке философов, которые были предложены, она действительно была заслуженной, на мой взгляд. Ну вот, именно вот по моим таким ощущениям, но никто из тех философов, которые были предложены, они не могли бы победить. Да, я выбрал какого-то поэта, который на колеснице поскакал к истине. У-у-у, вот игода. Видите, оказывается, можно писать стихи и быть самым сильным философом. А что я думаю про Ноксимандра? Я думаю, что все есть опереран. Это человек, который предположил, что материя может быть беспредельной. Вот что я вам скажу. Это мыслитель, который впервые предположил, что материя это, ну, не какие-то там частицы. Это разлитое, нечто такое вот, вот такое вот бесконечное, растянутое, везде единое. Концепция Кортезия, а материя восходит тоже непосредственно к Ноксимандру. Очень-очень интересно. Вот, видите, Хайдеггер, пишет гимнасофист, Хайдеггер читал Ноксимандра о сомантологии. Ну, здесь сложнее, потому что трудно сказать.